Глубоко уважаемые коллеги, я вчера, и мы все очень много рассказывали о истинной гормонотерапии, которая также может рассматриваться как таргетная терапия, но мы не стоим на месте, наша наука не стоит на месте, и без конца мы ищем новые подходы с целью оптимизации, улучшения результатов лечения наших онкологических больных. Ну и вот я хотела бы буквально еще раз, потому что вчера я очень много рассказывала, и мы все еще раз проговаривали. Опять-таки, возьмите, пожалуйста, будет два всего вопроса на сей раз, остальное будет все, и все будет текст, но тем не менее, хотела бы все-таки, чтобы вы еще раз освежили своей памяти данные. И, пожалуйста, скажите, какая цель основная больных метастатическим эстроген-позитивным раком молочной железы? Достигнуть только объективного ответа? Второе – увеличить продолжительность жизни? Третье – просто улучшить качество жизни, не думая о продолжительности жизни? И четвертое – увеличение продолжительности жизни и улучшение качества жизни? Проголосуйте, пожалуйста. Проголосовали? Конечно, улучшение качества жизни – это будет для пациента, конечно, важно в сей момент, но он думает о будущем, поэтому, конечно, важно, чтобы продолжительность жизни увеличилась у этого пациента. А самое важное, еще раз подчеркиваю, наши пациенты должны жить долго, они должны жить качественно. И еще раз вот просто напоминаю, что по всем рекомендациям существующим, европейским, американским, нашим, отечественным, безусловно, для эстроген-позитивного рака молочной железы основным выбором терапии выбора является гормонотерапия. И еще раз подчеркиваю, предпочтение отдается последовательному назначению линии гормонотерапии. И показания для химиотерапии являются висцеральный криз или же развитие резистентности гормонотерапии. Что такое висцеральный криз? Пожалуйста, проголосуйте. Наличие множественных метастазов поражения внутренних органов, клинические и или лабораторные признаки нарушения функции внутренних органов. Это может быть боль выраженная, это может быть повышение трансиминаз, печеночных показателей, аминотрансферазы, алтеэлисты, создающие угрозу жизни и требующие быстрого достижения противоопухолеэффекта. Нам нужна скорая помощь, которая сможет остановить, подавить активность процесса. Пожалуйста, голосуйте. Проголосовали. Так, голосует все меньше и меньше. Но смотрите, на самом деле все варианты правильные, потому что когда множественное поражение внутренних органов и вся печеночная ткань может быть поражена там больше 3-4, поражение легочной ткани в виде пульмонита, при этом сопровождающиеся поражение костной ткани. И ЭКОК, там 3-3, там тоже может рассматриваться как висцеральный криз. Но чаще всего все-таки, вы тоже правы, кто больше проголосовал за третий вариант, это когда все-таки приоражение внутренних органов, пусть оно даже единичное, оно сопровождается клинически значимыми симптомами. Ну и теперь, значит, мы, вот те рекомендации, мы идем от линии к линии, если гормонотерапия, у нас нет висцерального криза или резистентности, но химиотерапия, по сути, это то лечение, которое на том или ином этапе показано всем больным метастатическим раком молочной железы. Потому что, ну вот если говорить о начале, я вчера еще подчеркивала, еще раз хочу, чтобы у нас все это уложилось, потому что больная, не чувствующая, что у ней появился метастаз в печеночной ткани, она обнаружила это только по УЗИ. Мы, если начнем химиотерапию, по тем данным, которые были опубликованы в 2003 году, при начале химиотерапии мы получим более высокую частоту объективного ответа, но при этом будет сопоставимая общая выживаемость. Но то исследование, которое было проведено в 2016 году, еще раз подчеркнуло, если мы начинаем с гормонотерапии при отсутствии висцерального криза, мы сохраняем не только качество жизни, но мы и сохраняем ресурсы для проведения в будущем химиотерапии. Потому что если больной нет необходимости в назначении химиотерапии, нет необходимости скорой помощи, мы используем весь наш арсенал химиотерапии, а когда у нее действительно будет висцеральный криз, а останется только гормонотерапия, гормонотерапия реализует себя в лучшем случае через 2,5-3 месяца. Поэтому же пациенты и меньше живут, что если начинать с химиотерапии без наличия висцерального криза, потому что если мы используем потом гормонотерапию, она просто не успевает себя реализовывать. Поэтому мы, еще раз подчеркиваю, начинаем лечение с гормонотерапии при отсутствии висцерального криза. И вот над чем я вчера остановилась на эре, когда вот фолвестранта, но затем у нас к нашему лечению добавился, к экзамистану стероидному ингибитору добавился МТОР-ингибитор. И сейчас мы говорим, что мы сейчас, по сути, вступили в эру анти-сидики ингибиторов циклинозависимых киназ. И их достаточно много, таких препаратов. И это Амебоциклип, Абемомоциклип и Рибоциклип. Но сейчас в нашей Российской Федерации с прошлого года зарегистрирован только один препарат. Антициклинозависимые киназы. Это Палбоциклип. И он, значит, одобрен у нас в Российской Федерации в комбинации с ингибиторами роматазы или же в комбинации с фугвестрантом. Эти рекомендации подтверждаются рекомендациями американскими. И здесь четко звучит, что гормонотерапия может быть назначена в качестве первой линии лечения эстрогенопозитивного рака молочной железы за исключением висцерального криза. И новые комбинации там рассматриваются как комбинации гормонотерапии с антициклинозависимыми киназами. И, соответственно, может двойная гормонотерапия. Но, опять-таки, у нас это еще в показаниях не зарегистрировано, когда назначаются два гормональных препарата. Но еще раз подчеркиваю, это у нас нигде в рекомендациях не существует. Но комбинация антиэстрогентерапии с химиотерапией не рекомендована. И в качестве первой линии, если пациентка получала в одеванте тамоксифен, и рецидив возникает в период менее чем 12 месяцев, мы первой линии назначаем ингибиторы ароматазы. Далее может рассматриваться комбинация фувистранта. Далее ингибиторы ароматазы с полубоциклибом. Если же рецидив возникает в период более чем 12 месяцев, опять-таки рассматривается комбинация для нас приемлемая. Это ингибиторы ароматазы. Ингибиторы ароматазы в комбинации с полубоциклибом, либо тамоксифен. Потому что тогда считается, если пациентка получала тамоксифен, и рецидив возник более чем интервал 2-3-5 лет, мы совершенно смело можем вернуться к назначению тамоксифена в постменопаузе. Если же мы говорим о пременопаузе, а это молодая женщина, если я в прошлый раз говорила, еще раз подчеркну про роль авариальной супрессии в одеванте, мы говорим о, еще раз подчеркну, в одеванте, назначая лекарственную авариальную супрессию, об увеличении безрецидивной выживаемости авариальной супрессии никак не влияет на общую выживаемость. 30%. То есть мы 100 женщинам должны выключить яичники, чтобы у 30% было снижение рецидива, а остальные 70% женщин у нас будут, у них будут превышены показания, но мы об этом не знаем, это одевант. Поэтому никакой хирургической речи о хирургической кастрации женщин, которой мы назначаем подавление функций яичников с целью, опять-таки, либо назначения ингибиторов ароматаза, либо усиления ответа, и мы назначаем выключение функций яичников в то время, пока женщина получает ингибитор ароматазы, поскольку как она только перестанет получать авариальную супрессию, у ней заработает обычная выработка эстрогенов в яичниках, и тогда ингибиторы ароматазы будут не показаны. Поэтому, значит, в одеванте только лекарственное выключение функций яичников, только по показаниям у молодых женщин с высокой группой риска, а вот если мы говорим о преминопаузе с метастатической формой рака молочной железы, то здесь авариальные супрессии могут рассматриваться несколько вариантов, и они должны быть обсуждены с пациенткой. Это и лекарственное, и хирургическое, потому что если это молодая женщина, для нее важны, у нее открываются фактически четыре опции назначения гормонотерапии. Это мы можем назначить и ингибиторы ароматазы, если она не леченая, вместе как в монорежиме нестероидной, так и с полбециклибом, так просто. Стероидная вторая линия ингибитора ароматазы, третья – это фулвистрант, и четвертая – это амоксифен. Посмотрите, если нет вестерального акриза, пациентке будет сохраняться качество жизни на протяжении четырех линий. Но опять-таки здесь авариальная супрессия имеет полное право, место быть, потому что она ей нужна, и без нее мы не сможем назначить ей лечение. Так, дальше. Ну опять-таки это подчеркнутая рекомендация ХЭСМА и ЭБСИ. В этом году уже будет четвертый ЭБСИ проходить. Чем интересен полбециклиб? По сути, это новый таргетный препарат, и о нем нужно говорить, потому что этот препарат, он селективно подавляет циклинозависимые киназы четвертого и шестого типа, он арестовывает клеточный цикл, потому что опухолевая клетка, как никакая в организме, она активно размножается, активно пролиферирует. И организм потерял над этим контроль, и вот полбециклиб восстанавливает контроль организма, условно говоря, над опухолевой клеткой, арестовывая клеточный цикл. И вот за изучение регуляции клеточного цикла была вручена в начале 21 века Нобелевская премия, столь актуально было значение для всей врачебной общественности, онколога в том числе. И мы имеем два дизайна клинических, два исследования. Это полома-2, где полбециклиб назначался в дозе 125 мг один раз в сутки в течение трёх недель с недельным интервалом, потому что возникает нейтропения, и мы должны контролировать каждые две недели клинический анализ крови в комбинации с литрозолом, либо литрозол назначался перорально один раз в сутки без добавления полубециклиба. И здесь лечение назначалось в качестве первой линии, рандомизация была 2 к 1. В конечной точке была выживаемость, медиана выживаемого без прогрессирования, которая была достигнута. И, соответственно, комбинация полубециклиба с литрозолом в показателе выживаемости составила 25 месяцев, а без полубециклиба на литрозоле 14,5-2 раза меньше, чуть меньше. Основные выводы, которые сделали, что препарат не ухудшает качество жизни, обладает благоприятным профилем токсичности, но в любом случае всегда подчеркиваю, мы должны контролировать клинический анализ крови, так как снижается количество нейтрофилов, и об этом надо помнить. И самое главное, препарат продемонстрировал преимущественно в первой линии при добавлении к гормонотерапии ингибитором роматазы в виде его увеличения и выживаемости без прогрессирования. Если говорить обо второй линии, опять-таки здесь мы все должны для себя понять, что пациентка получала в первой линии, что пациентка получала в одеванте, но рассматривается, если пациентка получала лечение с тамоксихеном, то во второй линии может быть рассматриваться опция фулгистран с полубециклибом, ингибиторы ароматазы с эверолимусом, либо просто ингибиторы ароматазы стероидные, это экзамистан и тамоксихен. Если же женщина получала лечение с ингибиторами ароматазы, то тогда речь идет, это имеется в виду в одеванте, тогда речь идет о назначении фулгистранта с полубециклибом плюс-минус, ингибиторов ароматазы, с эверолимусов, экзамистана, тамоксихена. Это во всех доказательных базах в рекомендациях РОМ отмечено. Далее дизайн, доказательная база, подтверждающая это, где во второй линии полубециклиб назначался фулгистрантом у пациента, которые уже получали более одной линии гормонотерапии. И выживаемость без прогрессирования была достигнута, и значения были 6, разница 6 месяцев. И опять-таки выводы, что препарат и эффективен, и токсичность его была контролируема. Мы помним о нейтропении. Обязательно контролируем каждые 2 недели клинический анализ крови. И резюме по лечению. В основном, значит, даже если... Да, у пациента, который получал фулгистрант, у них наблюдалось снижение дозы, потому что если есть нейтропения, то мы обязательно при наличии нейтропении в более третьей степени мы должны снижать каждый раз на 25 миллиграмм, если не восстанавливаются показатели. Нет различий выживаемость без прогрессирования пациентов, у которых развивалась нейтропения, и у которых редуцировалась доза по сравнению с теми, у кого, значит, не редуцировались дозы по показаниям, что очень важно. И очень важно, что хоть это и таргерстный препарат, но нейтропения развивается как при химиотерапии, но механизм, он несколько различен. И что еще важно, что качество жизни у пациентов, те шкалы, которые использовались, на фоне терапии по лобоциклибам достоверно отмечено улучшение общего качества жизни и следствие более эффективного контроля над симптомами заболевания. И, в том числе, самое важное, и болевой синдром значимо регрессировал. Поэтому в настоящий момент показания к назначению пау-бациклиба, нового препарата, за механизм которого была в начале 21 века вручена Нобелевская премия, то, что пау-бациклиб в сочетании с гормонной терапией показан для лечения местно распространенного метастатического рака молочной железы, в сочетании с ингибиторами роматазы в первой линии. У женщин в постменопаузе в сочетании с фубистрантом у женщин, получающих предшествующую терапию. Но если это молодая женщина, то мы должны, прежде чем назначить фубистрант, выключить функцию яичников, убедиться по эстрадиолу, фолликулостимулирующему гормону и так далее, что она в постменопаузе, только тогда назначать ей фубистрант. Что еще важно, еще хотела подчеркнуть, что нужно контролировать кровь на назначение данного препарата. И я благодарю вас за внимание. Спасибо большое, Татьяна Юрьевна. Какие будут вопросы? Продолжение следует...